МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости дня в студии Людмила Александрова. Ближайшие 20 минут о главных событиях в Великом Новгороде и области. Реструктуризация госдолга субъектов и крупная федеральная дотация Новгородской области. Президент Владимир Путин дал большую пресс-конференцию. Регионы услышали, чего ждали. Губительное внимание к военным памятникам. Известный поисковик реставрирует копию пушки из сальцов, которую раскурочили вандалы. Самоиронии по рутинным будням. В театре драмы прошла генеральная репетиция комедии Рея Куни «Обманщики». Новгородская область вошла в число регионов, которые получат серьезные дотации с федерального бюджета. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин. Традиционная встреча главы государства с журналистами стала главным событием дня. Те, кто не попал в зал Центра международной торговли, следили за многочасовым интервью экранов телевизоров и мониторов компьютеров, пополнив армию своих читателей и зрителей. Участие в конференции приняла и журналист нашего канала Кристина Абелян. 13-я пресс-конференция Владимира Путина заочно стала рекордсменом. На эту встречу зарегистрировалось максимальное количество участников за всю историю. 1640 человек. Задать свой вопрос Владимиру Путину приехали наши коллеги из Америки, Эстонии, Китая, Франции, Германии. Но основной костяк это, конечно же, российские регионы. Представители прессы с самого утра стекались в Центры международной торговли на Красно-Пресненской. Бывалые говорят, с каждым годом атмосфера на пресс-конференции спокойнее. Своим внешним видом журналисты ипотируют все меньше. Атмосфера меняется. Я могу, знаете, сказать, вот сейчас наблюдаю за тем, что происходит вот в эти минуты. Например, в прошлом году, особенно в позапрошлом году, было больше людей, которые были в таких ярких костюмах, с плюшевыми игрушками, с бубнами. Сейчас как-то поделовее атмосфера. Хотя в холле мы встретили людей в национальных костюмах, был даже Дед Мороз. Огромные баннеры, которые мешают работать камерам, запретили. Формат не больше А3. И тут главное в паре слов сформулировать основную мысль или просто броскую фразу для привлечения внимания. Бабай – это не бабайка. В переводе с татарского бабай – это значит дедушка. Так называют наши президенты. Мой сын пятилетний, многие другие дети в Татарстане. Поэтому здесь ничего абсолютно обидного нет. Я надеюсь, он не воспримет это как бабайка, нечто грозное. Журналистов запустили в зал уже ближе к 12. Все уже привыкли, что придется побороться за выгодное место, чтобы обратить на себя внимание президента. Правда, стульев на полторы тысячи человек не досчитали. Кому-то пришлось ютиться на галерке. Президент задержался на пару минут, и как в прошлом году от вступительной речи отказался. А вот традицию в первую очередь предоставить микрофон кремлевскому пулу решили поменять. Первым выступило радио «Говорит Москва». Чтобы сократить время, вопросы формировали в группы. В блоке о регионных должниках удалось взять слово нашей коллеге из издания «Ваши новости». Ульяна Гатина спросила президента о том, как выживать регионом, находящимся в сложных межбюджетных отношениях с федеральным центром. Как раз-таки вопрос по задолженностям регионов. Наша область не исключение, как и многие другие, глубоко дотационный регион. Один долг Великого Новгорода – порядка 2 миллиардов рублей, что составляет практически всю часть доходную. И вот хочется знать, как нам таким регионам все-таки выживать. Хотелось бы жить как вместо того, чтобы ежегодно принимать бюджет безысходности, принимать бюджет возможностей. Принято решение реструктурировать на 7 лет кредитные задолженности практически всех регионов Российской Федерации. Значит, на 7 лет, под 5%. Значит, регионы, которые обеспечат рост налоговой базы не ниже инфляции, получат эту рассрочку не на 7, а на 12 лет. Это даст возможность регионам получить дополнительно, совокупно, выигрыш в размере 430 миллиардов рублей, которые должны пойти на а – оздоровление финансов, и б – на развитие, и на социальное развитие, и на экономическое развитие. И, на мой взгляд, это чрезвычайно важно. Все регионы восприняли это с большим энтузиазмом, в том числе и Новгородскую область. Таким регионам, как Новгородская область, будет оказана дополнительная помощь. Журналисты общались с главой государства практически 4 часа, в этом смысле без рекордов. Но суть не в них. Главное, около полусотни наших коллег выполнили миссию сегодняшнего визита и на всю страну озвучили насущные для них проблемы. Будущая предвыборная гонка российской оппозиции, отношения с Украиной, США, тарифы ЖКХ, пенсии – вопросы глобальные и локальные. Ответ Владимира Путина еще долго будут разбирать на цитаты и анализировать. На этом президентском сроке 13-я пресс-конференция Владимира Путина была последней. Увы, нам напрямую пообщаться с президентом не удалось. Кстати, мы подметили, что сегодня глава государства был особенно благосклонен к дамам в красном. Что ж, на следующий раз, если случится, будем в тренде. Из Москвы Кристина Абелян, Петр Самусов, Новости, Новгородское областное телевидение. Сумму федеральной дотации, которую получит наш регион, после завершения пресс-конференции президента, по телефону нам озвучил губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Та помощь, о которой сегодня говорил наш президент Владимирович Путин, она действительно должна в ближайшее время прийти в Новгородскую область. Решение такое принято было недавно. Она состоит из 400 миллионов бюджетного кредита и миллиарда 100. Это дотация на сбалансированность. То есть это деньги, которые, ну, по сути, в форме поддержки там поступают. Это позволит нам компенсировать то падение доходов, которое было у нас в этом году. Я напомню, что в августе месяце налоговая инспекция по Новгородской области резко снизила прогноз по доходам. И снизила она его практически на 2,5 миллиарда рублей. Миллиард нам удалось сэкономить, в том числе за счет резкого снижения ставок по кредитам и тем самым сокращения расходов на обслуживание долга, ну и других мер. А вот полтора миллиарда – это та поддержка, которая нам была необходима, которая позволит нам исполнить все те обязательства, которые у нас сегодня есть в рамках бюджета. Тем временем в Великом Новгороде приближаются сроки окончания ремонтов соцучреждений, которые идут в этом году на средства резервного фонда президента страны. Напомним, рядом распоряжений Владимира Путина Новгородской области выделено более 180 миллионов рублей на реконструкцию 25 важнейших социальных объектов. В их числе госпиталь ветеранов войн. Ход работы на этом объекте сегодня проконтролировал главный федеральный инспектор Вадим Непряхин. Прежде здесь было отделение лечебной физкультуры. Особым спросом у пациентов оно не пользовалось, так что в пристройке госпиталя было решено разместить дневной стационар. Корпус отремонтировали впервые за 30 лет. Решили проблемы с отоплением, заменили все – полы, двери, окна. Средства, выделенные из резервного фонда президента страны. Длительное обследование в госпитале – не всегда лучшее решение для пожилых людей, которые за 14 дней сплошных исследований и анализов серьезно устают. Периодически появляться в стационаре ветеранам бывает удобнее, тем более условия приема здесь будут на уровне. Я думаю, что они очень будут рады, потому что этого помещения ждут очень давно. Перемещаться на третий, на четвертый этаж нашим пациентам, которые в возрасте старше 60 лет, довольно струнительно. Кроме того, здесь находятся общие доступные виды, возможности раздеться в гардеробе, доступ через входную группу и, конечно, пребывание здесь будет уютным после этого ремонта, и мы все давно этого ждем. Беспокоит лишь нерасторопность подрядчика. 10 утра строители на своем объекте до сих пор не появились. Зато приехал главный федеральный инспектор Вадим Непряхин. Он посещает госпиталь не впервые. В предыдущий визит главного федерального инспектора подрядчик заверил, что к сегодняшнему дню работы будут закончены. Но вот откосы не доделаны, батареи не прокрашены, до стопроцентной готовности не дотянули совсем чуть-чуть. Видно, конечно, высокая степень готовности объекта, завершены фасадные работы, но, тем не менее, нарекания остаются по крыльцу. Не все работы у нас по электрике здесь завершены. К сожалению, стекло здесь еще не поставлено. Неприятно, отмечаю для себя, что подрядчик, суслово, не выдержал. Обещал на момент моего посещения сегодня работы все завершить. К сожалению, мы отмечаем, что уже не только контрактные сроки, но и обещания не держат. В принципе, помещение практически готово. До конца года его сдадут. Но Вадиму Непряхину придется посетить госпиталь снова. До окончания работы подписания актов объект не будет снят с его личного контроля. Наталья Савицкая, Владислав Ковалевский. Новости. Новгородское областное телевидение. Понятно. В мастерской Александра Орлова, известного новгородского поисковика, сына основателя экспедиции «Долина», идет работа по восстановлению военного памятника из сальцов. Копия 45-мм пушки, созданная им же, пала жертвой местных вандалов. Скоро ли завершится реставрация у мастера, выяснил наш корреспондент Максим Широковских. С таким количеством артиллерийского оружия можно было бы успешно держать оборону во время военных действий. Но, к счастью, сейчас время мирное, да и весь этот арсенал не боеспособен. Главное его предназначение – напоминать о том времени, когда пушки гремели. Реконструкцией орудий на заднем дворе своего дома занимается известный поисковик Александр Орлов. Съездил во все Волоскомузеи, там пушек много у Олега Тиберия. Ну, взял размеры, поснимал, там их сфотографировал конкретно. Ну, конечно, что-то невозможно произвести, но, допустим, вручную нельзя сделать поворотный механизм, чтобы она крутилась, там вертелась. Ну, так. Остальное все чисто руками. Болгарка, сварка. Плоды трудов мастера очень востребованы. Его работы можно увидеть в композициях военных мемориалов по всей России, в том числе и в Новгородской области. К примеру, до недавнего времени копия 45-мм противотанковой пушки времен Великой Отечественной войны стояла на въезде в Сальцы. Но из-за чрезмерного внимания местных жителей ее пришлось отправить обратно в мастерскую на ремонт. Ввиду того, что она сделана была из железа, ну, и, естественно, там никаких размеров соблюдено не было, просто делал для себя. Ее там разломали, металл обычный был там, ее там варвары, ну, пацанью, видать, лазили и разломали. Ну, я предложил переделать ее, чтобы было более-менее красиво. За два месяца усилиями Николая Орлова, поисковиков и местной ветеранской организации были заменены испорченные детали пушки, а деревянные колеса сменила резина. В начале декабря принимать работу приезжали представители администрации Солецкого района. В скором времени орудие будет вновь установлено на постаменте в Сальцах в память о первом в истории войны контрударе Красной Армии в 1941 году. Из Новгородского района Максим Широковский, Сава Ушаков, Новости, Новгородское областное телевидение. Новгородские спортсмены сегодня принимали поздравления. Традиционно в конце года самые успешные из них получили региональные награды. В числе лучших спортсменов области прибыло. Этот год для новгородских спортсменов был весьма удачным. Завоевали порядка четырех сотен медалей, половина из них золото. Велоспорт, борьба, спортивная акробатика и гимнастика, тайский бокс, тэквондо. Победу в первенстве России по последнему виду этим летом одержал 14-летний Константин Сорокин. И теперь он признан одним из лучших спортсменов Новгородской области. В копилке наград парня за семь лет спортивной карьеры, 67 медалей, 22 кубка. А живет он в деревне Федорково Парфинского района. Я езжу на тренировке 130 километров сюда, чтобы тренироваться. И не получается каждый день ездить. Так два-три раза в неделю езжу. Кроме того, вышли на международный уровень новгородские конуполисты. Команда «Форсаж» одержала победу в турнире «Валитусе», где принимали участие 19 команд из России, Польши и Литвы. Самое статусное соревнование, которое приняла наша новгородская область – турнир четырех наций по хоккею. Не забыли наградить сегодня тех, кто всегда готов к труду и обороне. Им вручили золотые знаки отличия. В декабре россияне отмечают две важные даты – Международный день прав человека и День Конституции. Накануне по всей стране, в том числе и в Новгородской области, прошел единый урок прав человека. В Великом Новгороде он назывался уроком государственности. В нем приняли участие школьники и студенты, имеющие успехи в изучении истории и общества знания. В преддверии двух важных дат, связанных с правами человека, в Москве на международную конференцию собрались российские и зарубежные омбудсмены, председатели комитетов Совета Федерации, эксперты из ООН и Совета Европы, лидеры политических партий Российской Федерации. На конференции обсуждались проблемы защиты прав человека на всем евразийском пространстве. Прежде всего, необходимо восстановить доверие к самому понятию «права человека», заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Права человека – это самое такое широкое понимание, чтобы человек знал, что он сможет их реализовать. Умер жильем. Нет денег – давайте давать социальное жилье, маленькие однокомнатные квартиры, давайте давать место в общежитии. Но на улице человек оставаться не должен. Поэтому, если защищать права одиноких лиц, запрещать сделки с жильем для одиноких лиц, запрещать кредиты под залог жилья, люди не должны оставаться на улице. Права гражданина, гарантированные государством, должны неукоснительно соблюдаться, настаивали участники конференции. Безен человек или богат, облечен властью или нет, свободен или находится в местах заключения, все равны перед законом. Среди важных вопросов сферы прав человека – амнистия капиталов. Владимир Жириновский считает, что это еще и один из ресурсов пополнения государственной казны. Капиталы наши за границей спрятаны. Пусть здесь находятся легально, но тайны вкладов, нужно восстановить, тайны вкладов, хотя бы в одном банке, в том же ЦБ. И деньги, триллион долларов заработали, в нашу экономику. И не надо говорить, что нет денег. То есть это все можно и нужно делать, но нужны гарантии. Весь смысл проблемы прав человека – это гарантии. Знание прав и обязанностей – необходимые условия для их защиты. Тема «Урок государственности», который прошел в Великом Новгороде 8 декабря, была посвящена семейному праву и деятельности органов власти в сфере семейной политики. Светлана Стерльдова, Сергей Корнев. Новости. Новгородское областное телевидение. На фасаде студенческого общежития НовГУ вечером зажглась Россия. Правда, ради этого некоторым молодым людям пришлось отложить на время подготовку к сессии. Дело в том, что буквы названия страны образовали горящие окна комнат. Идея челленджа распространилась по всей стране. Например, в Якутии местом проведения флешмоба тоже выбрали общежитие для студентов. В нем одновременно зажглись буквы из окон. Сложилось слово «Россия». Наш город присоединился к акции. При поддержке молодежки ОНФ студенты НовГУ также включили имя Родины в окна своего дома. Общежитие номер 7. Люди своей какой-то любовью, своей теплотой стараются оживить дома. И это не просто становятся картонные, бетонные коробки, а уже действительно какие-то очаги, которые помогают нам выразить любовь к стране, к дому, к родственникам. К флешмобу готовились несколько дней. Часто студентов вечером не застать в своих комнатах, поэтому организаторам пришлось даже привлекать вахтера. Перед началом акции все вместе бегали по коридорам общаги с проверкой. И все же загореться за пару секунд России не удалось. Слово складывалось постепенно, как пазл. В течение долгих минут то включались лишние окна, то выключались нужные. Но они это сделали. В День Конституции имя родной страны горело в пятиэтажном масштабе. Трупа Новгородского театра драмы репетирует комедию. Искрометная постановка уже практически готова ко встрече со зрителем. Чье произведение легло в ее основу и на какой день намечена премьера, выяснила Алена Сувтина. В репертуаре каждого театра должен быть рейкуни. Уверены заядлые театралы и критики. И наш академический не исключение. Заставить зрителя улыбнуться в столь непростое время не это ли настоящий предновогодний подарок. Я выбегаю! И говорю! Встань ко мне передом! А кресло чем-то получится! Вы уверены, что это смешная шутка? Да они умрут все! Цели убить своего зрителя у актеров нет. Скорее научить смеяться над собой и своими недостатками. В комедии нечего делать умным людям, значительным людям. В комедии должны быть в хорошем смысле глупые люди. Только, понимаете, человеческие недостатки – предмет смеха. Они его достоинства. А это не каждый может в себе как бы выявить. Понимаете? И зритель, как ни странно, он весь заточен на развлечения. Ему сегодня это не потребно. Комедия – комедия рознь, но умение, как я говорю, доставить радость сердцу – это очень трудная задача сегодня. В пьесе по мотивам английского драматурга действия происходят в больнице. Доктор, заметьте, невролог, готовится к пламенной речи на открытии конференции. От этого выступления зависит его дальнейшая трудовая деятельность. Но в идеальный сценарий карьерного взлета врывается вереница немыслимых обстоятельств, курьезных случаев и даже детективная история с расследованием, где у молодого сержанта дяди Тома, каждый первый – подозреваемый. Он, в принципе, тоже такой же ненормальный, как и все остальные в этом спектакле. Немножко перегибает палку в своей работе. Ну, тема спектакля – больница, так что тут все немножко ненормальные, все чуть-чуть не того. Бесхитростное, яркое и динамичное действие. С плясками на сцене и невероятно комичными обстоятельствами. Режиссер уверен, только в комедии проявляется истинное мастерство актеров. Я большую часть своей карьеры, небольшой, играю как раз комедийные истории. Так что мне, в принципе, было легко, хорошо, удобно. Надеюсь, это оценят зрители, которые придут 15-го числа на премьеру. Посмотрим. Посмотрят и новгородцы. Всех, кто, как и актеры театра драмы, готов посмеяться над самим собой, ждут 15 и 16 декабря на премьере. Алена Сувтина, Андрей Константинов. Новости. Новгородское областное телевидение. Это все на сегодня. Интересная информация вы можете поделиться по телефону нашей редакции 70-30-03. Впереди реклама и прогноз погоды. А я прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин